Еще раз добрый, добрый, добрый вечер, дорогие друзья, у микрофона друг, с вами история игрокам ТВ, все это совместно с Team Empire, и мы начинаем трансляцию последнего матча на сегодня, последнего матча в формате Best of 3, Team Empire играет против Big Red Machine Dota 2. На данный момент пройден этот громаднейший пласт, просто огромнейший этап из 1024 команд, и сейчас команды Empire и команда Big Red Machine по сути являются топ из этих 1024. Team Empire, профессиональный коллектив, безусловно, это было предсказуемо, это было ожидаемо, ну и Big Red Machine тоже не случайные гости, я думаю, по именам вы прекрасно понимаете, что что-то здесь совсем не аматорское. Screen, Slender, C-Doy, ZXC, ну и Ahmo, в составе команды Big Red Machine, имена в принципе известны, я думаю, в той или иной степени, практически каждому, кто следит за профессиональной СНГ-дотой. Ну и ладно, давайте переходить к матчу, там посмотрим, как ребята будут отжигать. Team Empire забирает себе Dark Seer'а и забирают себе Queen of Pain. В свою очередь в баню Team Empire отправляет Night Stalker'а, Doom'а, туда же отлетает Ember Spirit и Undying. Ну и баны от команды Big Red Machine, это Wisp, это Shaker, это Winter River, и также в баню отлетает Gyrocopter. Ну и забрали себе Tuska вместе с Shadow Fiendome. В общем-то, стандартный комбо, стандартный бан. Мета, если изменилась, то на чуть-чуть, и она изменилась, скорее всего, на двух героев, которых Empire забанили первыми. Это Night Stalker и это Doom, они вернулись. Ну и Race King все чаще стал появляться, и не только как индивидуальный пик. Не только под конкретных героев, он появляется и в целом у других команд, как обычный герой. Если раньше тот же Race King был в пике Empire исключительно как герой для Silent'а, и мало кто из ССНГ команд пикал Race King'а, то здесь теперь Race King залетает чуть менее чем полностью в каждой матче, поэтому, в общем-то, в мету можно считать, что он зашел. Ну и Bane залетает третьим пиком для Big Red Machine. На данный момент много сплывов. Tusk тоже вещь очень неприятная, против него надо будет как-то бороться. С другой стороны, есть Dark Seer в пике Team Empire. Обычно этот герой не доставался Империи. Ну и Dark Seer, естественно, для Resolution на сложную линию. Рубик для Алоха Дэнса, естественно, на не пойми какую линию, на какую принесет Илюшеньку. Queen of Pain это герой для Йоку на Мидлейн, Race King для Silent'а. Тут, в принципе, нечего гадать. Тинни от Big Red Machine Dota 2. Нормально так. Ничего себе, прям я бы даже так сказал. Тинни без Веспа. Тинни без Веспа, Тинни сам по себе. Кто этот Тинни вообще? Он Саппорт или он... Может, мало ли, может, это Нюкер. Нюкер, Саппорт, который имеет потенциал в Лейту. И мы сейчас еще и увидим керри какого-то более-менее серьезного. Но кто будет хелпой заниматься Тинни, это вопрос. Потому что герой-то сам по себе сильный, но буст ему просто так необходим. Shadow Fiend отправится на мид, значит, Тинни пойдет, скорее всего, на легкую линию. Вряд ли Shadow Fiend засунут на Изи Лейн. Ну, то есть Тинни по-любому пойдет на легкую линию, либо он будет саппортить кого-то, там, за счет нюков будут фаст киллы делать и таким образом набивать всем голду, левел. Либо, конечно же, он будет в привычной для себя роли, роли керри. Ancient Operation отлетает в баню от Big Red Machine и Team Empire последний пик. Необходимо сделать, в принципе, нужен только саппорт. Я думаю, это Дизраптор, скорее всего. Пусть Тинни влетает прямо-таки... Хотя для Рубик, 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 Рубик для Алоха Дэнс уже пик. Но на Дизрапторе я не думаю, что, ну, Фир не отыграет. Это, в принципе, сложно представить себе, но, по-моему, по данному пику мог бы быть. И пусть все в статик-шторм вкатываются и просто с ума сходят от того, что там происходит. По-моему, очень полезная штука была бы. Да, Дизраптор, вот, пожалуйста. Ой, какой скилл, какой анализ. Иногда просто поражаюсь. Потрясающее видение игры, потрясающее. Ну и Big Red Machine последний пик. У них куча времени осталось. Минута 40 у них дополнительного, 20 секунд основного. Надо еще одного героя. Ну, опять же, у меня есть вопрос. Будет ли это Керри какой-то герой, или это все-таки будет саппорт для Тинни. Если саппорт, то кто? Дазл разве что. Ну ладно, сейчас скажу Дазл, реально Дазл будет. Или Вич Доктор. Нет, надо на одном на ком-то остановиться. Давайте это будет... Это будет... Это будет... Это будет Вич Доктор. Вот так. Вот на это оставлю ставку. Вич Доктор. Вич Доктор. Вич Доктор. Сейчас должно 40 секунд просто пройти, чтобы ребята стрим посмотрели, услышали. И пикнули. 40 секунд остается на то, чтобы забрать Вич Доктора в команде Биг Брэд Машин. Ждем. Ну и кстати, миновали команду Эмпайр серьезные соперники, такие как Хелл Рейзерс, как Аспера в частности, как Манки Бизнес. Очень много разговоров было о том, что, скорее всего, Манки Бизнес или Ашера это финал. Легион Коммандер. Какой там Вич Доктор. Да, все-таки Тинни у нас, я так понимаю, не очень сильно будет бить руками. Хотя нет, почему нет. Будет, 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 будет. Туск просто отправится на линию саппортить. Все нормально. Скрин забирает себе Туска. И это вот такая комба, которая въезжает в тебя и катком тебя просто размазывает по всему вообще пространству Доты. Ну ладно, давайте по героям пробежимся. В принципе, че, с Дизраптором-то я угадал. Как угадал, проанализировал. Скрин забирает себе Туск. Сландер будет играть на Бэйне. Сидой забирает себе Легион Коммандера. Ахмой играет на Тинни. Зэкс Сэ будет играть на Шадоу Финди. И со стороны Тим Эмпайр. Дизраптор. Это Ноу Фир. Йоку играет на Квин оф Пейн. Резолюшн забирает себе Дарк Сира на сложную линию. Алоха Дэнс на Рубике. И Сайланд будет фармить на Врейс Кинге. Получается, у него это хорошо. Делает он это часто. Хорошо, плюс часто. Короче говоря, результат, по идее, именно тот, которого Эмпайр и ожидает. Ну и напомню, этот матч в формате Best of 3. Финал и победитель данного матча автоматически попадает в открытые, не открытые, закрытые уже, закрытые региональные квалификации. Проигравший в этом матче, завтра будет еще играть, если я не ошибаюсь, в стыковые игры. Но еще придется поиграть ему. Перед тем, поиграть и выиграть. Перед тем, как он попадет в регионалку. И опять же, если попадет. То есть сегодня, кроме Физносу, нужна победа. Потому что идти, идти, идти. И в конце проиграть матч. Ни одного матча Эмпайр никому не отдали. Даже намека на это не было. И так, что проиграть это, в принципе, быть не должно такого. Ну все, пожелаем командам удачи. Как БРМ, так и Эмпайр. Big Red Machine, если не ошибаюсь, да, на названии. По-моему. Машины просто буду их называть. Звучит очень пафосно и круто. Скрин вместе с Сидым отправляется на сложную линию. Стоять им придется вдвоем. Ну и нижний лайн. Зэкс-сцена Шадоуф Индия. Тинника отправили на мидли. На мидлейн. Все-таки Аксмо будет играть на мидлейне. Стоит он против Йоку. Я не думаю, что в соло это простая ситуация для Тинни. Выстоять при наличии Виспа, который постоянно будет тебе сейвить жизнь и пополнять ману, это одно дело. Но стоять Тинни одному, это на самом деле печальная история. По мане вы видите, что происходит с Тинни. Ему хватает на фулл-рассказ один раз. В целом уже все остальное Тинни уже не касается. Все, что относится к магии. Ну и Резолюшн заходит здесь в спину Бэйн. Ну Резолюшн вообще по этому поводу не переживает. Ну и начинает еще Зэкс-сцена додавливать. Сразу два крипа бежит и выжигает Зэкс-сцена жизнь. Так, ну что, Резолюшн отрипает. Резолюшн бегает вокруг крипов. У него есть, в принципе, на это полное право. И самое главное, что в этом есть смысл. Эти крипы, два Айншела, очень сильно выжигают ХП как Бэйну, так и Шадоу Финду. Да и одновременно. И одному и второму могут. И Тинни, Тинни, Тинни забирает Йоку. Ох, как ты в лес, Йоку. Я так засмотрелся на то, как Резолюшн стоит на сложной линии. Забыл вообще, что у нас на миде. Супер противостояние. Но я не думал, что Йоку возьмет, да и подотдастся вот так просто Тинни на мидлейне. В итоге там небольшой буст по левелу. Тинни четвертый с половиной Йоку. Только-только четвертый получает. Ну и 1-0 счет уже. Так, ну и у нас замес на топлейне. Скрин получил по голове, по голове я получил ноуфир. Ну, в общем-то, не критично. Седой на Легион Командоре. Бежит и бьет. И не боится вообще ничего. Резолюшн начинает дамажить здесь Сландера. Найтмейр бросает ему на голову. Ну и Дарксир в капюшоне здесь получает. Сландера в итоге выжечь не получилось. 2-0 становится счет. И команда Биг Ред Машин начала вести. И по счету, я думаю, и по экспириенсу. Хотя Эмпайр тут фармили получше. Ну, эти киллы, естественно, еще о себе заявят. Так, поднимает скрин. У него есть сноубол. Правда, катиться придется в другую сторону. И ничего хорошего здесь не ждет. Падхилл пошел от Седого. И скрина, по идее, не забирает. Сандерстрайк ему на голову повесили. И скрин должен здесь умирать. Да, Сандерстрайк висит на нем. И это первый килл для команды Эмпайр. Забирает этот фраг. Кто бы вы думали. Конечно же, Алоха Дэн забирает. Кто еще мог его здесь забрать. Алоха Дэн вообще по этому поводу никогда не переживал. Надо стилить стилю. Я человек простой. Вижу фраг, стилю фраг. Ну и Тинни Лоу ХПшный с батлом. У него уже есть. Блейдс оф Атак будут фейсбуцы. Чтобы поближе быть к вапе. Ну и будет ли битва за руну. Сейчас узнаем. Алоха Дэн здесь. Никакой битвы. Алоха Дэн здесь. Вообще даже близко не пытался Йоку ничего оставлять. Успокойся, говорит. Иди юзай где-нибудь там вот. И полетел курьер. 300. Скорость. Офигеть. Зато Алоха Дэнс. Он наглый до ужаса. Просто игрок. Ничего. В этом, в принципе, и его прелесть. Сайлента оставили в соло. Не очень удачное решение, конечно. Но с другой стороны Сайлент стоит под тавером. По идее, вкатываться на него никто не будет. Ну и сюда уже ТП пошло от Нолфира. Сайлент так слегка быканул. В целом оставил все, как было. Есть варт от команды Эмпайр. Слендера видят. Кстати, Слендера можно попробовать забрать. Слендер-то не знает, что его видят. Поднимают. Возвращают немножко назад. Слендер поймал Шадоу Страйк. Квапа будет прыгать. Или ульта у него есть. Можно, в принципе, по двоим просто разораться. Лоу-хпшный Йоку. Он просто упрыгивает отсюда вообще в Рейс Кинг. В это время отъезжает на топ-лейне. Смотришь на один замес. Тут другие замесы вообще. Совершенно. Ну и опять, смотрите. Стоит, моргает. Глупый-глупый Рейс Кинг. 3-1 становится счет. 5 минут сыграно. По голде все очень ровно. Никто никуда не вылазит. Несмотря на то, что время небольшое. У нас было такое, что на пятой минуте по 8000 империя выиграла. Скрина поднимают. Седой должен его подхиливать. Хотя Скрин и так на своих двух убегает. И Айшарт на дорогу на Уфиру. Еще и крипы его закрывают. Но Уфира могут здесь развалить. Хотя, кстати, маны-то нет. Скрина очень быстро Седой спасает своего тиммейта. И сам Седой возвращается прямо-таки, скажем, в толпу. И Сноубола нет. И маны на Сноубол нет. И Седой лоу-хэпэшный. Зато он спас Скрина. Это очень хорошее дело. Пожертвовался бы ради товарища. Но вы прекрасно понимаете, что это тухлая абсолютно затея. Сейвить своего саппорта в минус к оффлейнеру. Это, конечно, худшее из решений, которое можно было принять. Худшее из решений было бы вдвоем там пойти и слечь. Ну, Дарксир уже с Солрингом. Есть Рингов Реген. ХП Реген очень плотненький у Резолюшена. Его-то так сильно и не беспокоит здесь. Ни Слендер, ни никто. Йоку на Мидлейне. Приобретает себе Бутсу Спид. А что не так с Йоку? Почему так мало денег? Нужно больше золота. Две шестьсот семьдесят. Здесь две семьсот у Тини. Перефарм есть. И Курьер Дайеров разваливается здесь. Слендер тоже, конечно, умрет. Немножко денег за него получили. Но фишка в чем? Курьер-то умер не сам. Курьер умер с... С чем там умер Курьер? Курьер умер с Батлой. Я так и думал. Курьер умер с Батлой Йоку. И ближайшие две минуты тридцать секунд. Йоку будет просто руками забирать руны, а не отпивать ХП и Ману из Батлы. Это на самом деле такой хороший дисбалансный мув, который может очень сильно напрячь в итоге у нас команду Эмпайр. Врываются все на Рейс Кинга. Здесь и Скринбл. Здесь также был Экс Мойл с Мидлейна. Квапа в это время фармит. Как дела у Резолюшна? Резолюшна все хорошо. У него уже есть хедреска. Будет тарить фаст Мекку. Насколько я понимаю, крипы сыпятся. Ничего с ними не сделаешь. Сеф пытается, но в целом получается очень не очень. Еще и забирают, кстати, у нас Дизраптора. Так, файт у нас на нижнем лайне. Назревает. И на топе файт. Да что мне, разорваться что ли? Не там, не там в итоге не случилось файта. Побегали друг против друга. Хотя здесь сейчас двумя Айншеллами Зээкс Сээ должны сжигать. Да, Зээкс Сээ в итоге сжигают. Стяжка пошла. Алоха Дэнс лоу хэпэшный. Алоха Дэнс умирает. Аскринал. Резолюшн может забрать. Еще один Айншелл. И Резолюшн бежит на скрина или не бежит? Да, глимсует назад. Стяжки нет. Ой, не очень удачно. Все же зато если Резолюшна не рискнул забегать туда, у него лоу хэпэ и крипы скоро умрут. И здесь еще Резолюшну нормально так подбили хвост. У Йоку есть ульта. Здесь скрин стоит лоу хэпэшный. Йоку не прыгает. Вижена нет. И представление о том, где же скрин находится, тоже Йоку не имеет. Хотя сейчас, скорее всего, прыжок будет. Ну все. Выбежал, но слишком поздно. Сейчас просто будут искать, кричать. Главное, чтобы Соник Ваевов не было в пустоту. Это совсем лишний мук был бы. Как там Сайлент поживает? Сайлент 44 на 10 по крипстату. В топе проигрывает. Да никому не проигрывает. Первые три места занимает команда Эмпайр по крипстату. Тини на шестой позиции. 28 на 2 у него. 28 на 4 у Седова и за эксцесс 41 на 10. Сэв на легкой. Это, скажем прямо, непонятный мув. Тини туда уже не отправишь. И стоять Тини против Дарксира точно не будет. Это невозможно для него. С его скоростью атаки добивать крипов станет просто чудовищной проблемой. Тини с фазами. Тини с фазами под смоком побежали, как я понимаю, драться здесь. Сайлентом могут присыпать. Сайлентом есть седьмой левел. Тут есть Ринкарнэйшн. Уже по нему пошли вкатываться. Шарик прыгает. Еще и Тиник. Эвалэншем засыпали Сайлента. Ноуфир здесь. Кинетик Филд. Сейчас встанет Сайлент и Ринкарнэйшн. 3 секунды еще кулдаун. Ульта пошла от Квапы. Йоку прыгает. Минус таск. Ловят здесь еще и Тиника. Ну, многовато себе позволил Тини. 100%. Глимсует назад из Седова. Здесь, по идее, разваливают у нас Эксмо. Да, еще один удар от Сайлента. Рейскинг забирает Тини. Ну и Ноуфир в погоне за Седым. Лучше оставить. В погоне за счастьем. Ровно на 10-й минуте. Это прекрасное известие случилось. Для всех болельщиков команды Эмфайр. 1050 по голде. 1100 по экспириенсу. Ну и Ринкарнэйшн разменяли на 2 килла. Оно и правда того стоило. 8-й левел сразу поднимает Рейскинг. У него есть 1000 на руках. Чейнмейл есть. Пауэртретс есть. И я думаю, вы понимаете, да? Что такое вкатиться со всем раскастом Рейскинга, который включает при этом Блэйдмейл. Наверное, там немножко комбу это будет ломать. БКБ ранее никто собирать здесь особенно и не будет. Алоха Дэнса присыпали. Катапульта на голову Алоха Дэнса. Удар по хребту. Странно, что Алоха просто фулл хпшный не умер. Вы представляете, что такое катапульта падает на голову. Ох уж эти валвы. Ну и Аксмоб продолжает фарм 30 на 2. По крипстату не очень, зато много файтов, в которых он принимал участие. И 4 на 1 у него при этом КДА. Зэксэ внизу 66 на 11. Резолюшн. Есть ли Мекка? Нет Мекки у Резолюшн, но она очень близка. И здесь до Мекки подальше. Зэксэ, по-моему, Резолюшн по Нетворцу обгоняет. Сэфа нет ничего подобного. Проигрывает на 500 Сэф. Команда Биг Брэйд Машин отправляется на топ лейн. Будут убивать Тавер. Хотя, может, еще и файт получится. А должен получиться. Смотрите, все Зайн Шелленные. Все пойдут на перерез. Сейчас очень печально все может закончиться для команды БРМ. Да, стяжкой даже и стяжку, кстати, не делают. Просто разваливают. Стены поставили, стяжка. И Легион Командер далеко отсюда не убегает. Глинс, если что, имеется. Поэтому, по-любому, Легион Командер разваливается. А Лохаденс еще и забирает Презе Атак. Ну и раз собрались, можно попробовать Тавер здесь спилить. Пока что Тавер абсолютно не тронутый был. Пятером игроки Команды Эмпайра у Сайлента есть Блэйд Мэйл. У Йоку до сих пор не проюзанный Соник Вейв. Так что если драться кто-то придет, то проблемы будут у того, кто придет драться. Мека появляется у СФа и у Дарк Сира еще 300 голды после Мекки. Резолюшн в этом деле преуспел получше. Все равно, гляньте, первые два Нетворца это Зэ Экс Цей, это Акс Моно Тини. Появляется Даггер у Тини. Все-таки это такой нюк персонаж на данном этапе. Дальше, конечно, дубину он возьмет в руки. Тини без дубины вообще стыдоба. Ясен пень, что Тини с Аганимом будет 100%. Но на данный момент у него есть Даггер. Веспа нет, который его куда-то бы вводил в центр файта. Поэтому придется самому врываться. То Севелэнш уже промакшен и 9 левел. И ждем следующего уровня прокачки Гроу. Увидели Сайлента. Здесь есть Вард. Сайлент убил крипов, быстренько ушел. Сайлент не стал мучаться. Шадоу Рейс. Алоха Дэнс крадет. Это, по-моему... Это ближний Шадоу Рейс. Да, стыдоба такая. Вообще ничего не сделаешь с ним. Ближний Шадоу Рейс. Ну, вдруг нападут. Вдруг где-то под ноги сможет себе кольнуть разочек. 8-7 счет на данный момент. Бэрэм выигрывают по голде. 700 по эксп... 800 по экспириенсу выигрывают 1000 с копейками. Ботом Тауэр в атаке. Дайер's middle tower is under attack. Радианс структуры are fortified. Дайер's middle tower has fallen. Ну и в это время Резолюшн спушивает вместе с Йоку тавр внизу. По-моему, первый тавр для Империи. Да, первый тавр для Империи. Они потеряли вышку на мидлейне. Потеряли вышку на топлейне. То есть по таврам 2-1. Как вы успели понять уже. Ну и в это время команда БРМ во вражеский лес. Отправила десанты с трех человек. Здесь под смоком также Тинни. То ли это байт на седово, то ли... То ли это ветерок мои губы колышет. 8-7 счет. 15 минут практически сыграно. И пока игра достаточно ровная. Ну и ответный смоук от команды Импайр. Получится ли у них что-то сделать? Сейчас увидим. Кто будет врываться? Даже если врываться, то кто это способен сделать? А вот кто. Ноуфира сразу же ускоряют. Глимс потрясающего масштаба от Ноуфира. Скрина вернули на то же место, где он стоял. Статик Филд себе под ноги. Дает дезраптор. Думал, что он на него будет катиться. Но скрин пораньше остановился. Обалденная стенка от Резолюшена. Стяжку бы еще на эту стенку. Йоку задувает туда же в кучу. И минус 3 от Империи потеряли только Ноуфира. Алоха Дэнс. Тут просто по всем холмам бежит, чтобы поймать Аксмо. В итоге Слендера сжигают. Это даблки от Резолюшена в этом файте. Ну и драка получилась распрекрасная от команды Империи. Рубик уже фулл хпшный. Аксмо если увидят, то будут разваливать. А теперь его должны были видеть. Йоку прыгает на Тинни. Тинни сразу же Тагераут. 4 в 1 размен. 1500 по голде. 2600 по экспириенсу. Вернулся. Сюда к тому же Туск. Скрин хотел посмотреть, что там... Что это за суперсила меня убила. А вот она все. Понял. Понял. Больше не буду спрашивать. Сайлент включает Блэйд Мэйл. У него есть Ринкарнейшн. Ну и под Кинетик Филдом будут драться. Сайлент не успевает. Ах какой там Мордига? Нет Мордига никакого. Зато Сайлент сейчас поднимается. Седому просто по горбу наваливает. Раскатывается Рубик. Накатывается на Седова. Седой возвращается назад. Седова забирают. За Иксц тоже лоу хпшный. Мека у него есть. Но она по идее его не спасет. Хотя бежит неплохо за Иксц. Да. Мека в итоге его и спасла. Но еще и Рубик Шадоу Рейзом там на дорожку насыпал. 9.15. Начинали совсем не с этого игроки. Команда Эмпайр. Но теперь вы видите как... Какой оборот приняла игра. Эмпайр выигрывает 3000 по голде. 2.5 по экспириенсу. И каточка перевернулась. Это факт. Это факт. Это факт. 1500 на руках у Дарксира. Мека есть. Аркан Буци есть. Гвардиан Грифс. Наверное, рано. Скорее всего, о Даггере надо подумать. Роману. Я думаю, Роман как на сложную линию стал, так о Даггерах все время думает. Времени не остается ни о чем другом подумать. У Рейскинга появляется Даггер. Аркан Буци появляется у Дизраптора. Рубик. 1200 на руках у Алоха Дэнса. У Квапы. В свою очередь, Став у Физердри. Ну, у Талисман. Ну, Квапа почти собрала Аганиму. Ну, что здесь по команде Биг Рэд Машин? Появляются барабаны у Тини. Пока еще не заюзаны. И без этого неплохие первый раз. Постучал в барабаны, подошел, забрал хрупов, ушел. Катапульта чуть на Йоку не приземлилась. Ну, летающий катапульта, это кинокомедия просто. От Валвы, как можно было позволить это сделать. С такими важными вещами. Седой приобретает себе Блэйд Мэйл у СФа. Мека уже есть. Есть Огрклаб в Курьере. Ничего для ЗХЦ. У него тысяча голды на руках имеется. Ну, и Туск пока ничего особенного. Правда, есть фейсбуцы. В общем-то, для Валрус Панча на этой минуте может и достаточно. Но в целом Туск не дофармливает. И это факт. Он третий с конца. Проигрывает ему только Ноуфир и Сландер. Так быть не должно. Рубик перефармливает Туска на полторы тысячи по голде. Слишком много. Ну и гляньте, что тут делать под этими Айншелами. Близко подходить нет смысла. Вкатываться куда-то Таст не может. У него лоб тут что-то. Вкатываться сюда под такое количество Айншелов. Да и вообще, как-то инициировать команду БРМ уже не берется. Я так понимаю, дело пришло за Империю. Не просто так были куплены эти артефакты. Даггер есть у Сайлента. И он под Айншелом, кстати, будет врываться в самое-самое сердце. И там наводить порядок. У Рубика немного еще осталось. До приобретения даггера у Квапу уже есть Аганин. Ну и команда Бигрэйд Машин в это время на нижнем лане подпушивает Т1. Империя перемещается на топ лейн. Здесь тоже есть Т1 и здесь тоже есть что бить. Здесь тоже есть что есть. Кто быстрее? Ну, ZXC с компанией, конечно, побыстрее. Но будут ли сейвить свой тавер? Нет. Вариантов никаких. Тут уже три человека сразу стояло. Думала, если кто прилетит, как же ему будет боль. Ну и Т2 начинают разваливать игроки команды БРМ. Тут есть реальный хелпа благодаря ТОСу. Рефракшн оттуда, рефракшн оттуда. Ну и скрина сейчас просто вернут, если он придет. Он не летит на тот самый тавер. Скрина возвращают. Куда скрина возвращают? Неужели, неужели все-таки хватило тайминга? Да, хватило тайминга. Туск возвращается вообще на 14-ю планету Солнечной системы. Черт-те куда, выбросили Туска. Пешком придется бежать через всю карту. Резолюшн приобретает себе Даггер. Теперь все. Цель достигнута. Думать больше не о чем. Резолюшн купил Даггер. У него есть Мека. Солл Ринг, кстати, выформил очень круто на сложной линии. По таймингу, в общем-то, все появляется. 20-я минута. Даггер есть. Мека есть. Аркан Буци имеются. Чуть попозже Гвардиан Грифс будет. Так что тут у Лиза все просто великолепно. Пятое место по Нетворсу. Ну и в целом, команда Империя вообще по графикам впереди. 3000 по Галде и чуть менее 2000 по Экспириенсу. Что еще появилось у кого за 20 минут? У Рубика появился Даггер. Только-только есть Урнов Шаттлс, есть Аркан Буци. Здесь Мордиган постепенно вырисовывается. У Рейс Кинга осталось 400, даже не 400, 350 копеек на данный артефакт, на Блейдсов Атак. Ну и Империя перемещается во вражеский лес. Скорее всего будут подпушивать Т2. Ну, варианты для пуша имеются. Они сильны в драках, они мощнее гораздо выглядят, если проявить агрессию, стянуть всех на один из таверов. Тем более под тавр впятером ты не ТПшнишься обязательно. Кто-то раньше, кто-то позже. Кого-то можно глимсонуть назад, кого-то можно просто забить тупыми палками. И Империя, я думаю, что должна проявлять агрессию и провоцировать на драке команду Биг Роид Машин. Тени в лейте грозное оружие. Я думаю, с этим спорить не стоит и даже шутить с этим не стоит команде Империи. Не уверен, что Рейс Кинг с ним справится, хотя есть шанс, но Тени очень неприятные. Т2 и Т2. Посмотрите, насколько зеркальная ситуация, как размениваются любезностями игроки обеих команд. Здесь забрали Т1, здесь забрали Т1. Сразу же в это время здесь забирали Т1 и здесь забирали Т1. То же самое с Т2. Здесь и здесь. Ну и внешних тавров осталось вот тоже зеркально. 1300 хп здесь, не удивлюсь, если здесь 1300 хп. Нет, 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 но ситуация поправимая. По одному тавру на мидлейне осталось у обеих команд. Дабл дэмэж забирает себе Йоку. Почему не Сайлент? Непонимаем. Неужели это все для батлы? Ну, скорее всего. Йоку в итоге с руки имеет 200. У Сайлента с руки 120. 120. И Рошана оставляет в покое. Уходит отсюда команда Эмпайр. Ну и хитрый план от коллектива Биг Ред Машин. Они собираются зайти на топ лейн и, скорее всего, снести одну из сторон. Если вдруг команда Эмпайр замешкается или вообще не захочет сюда приходить. Ну и Вижен есть. Вижен есть, они прекрасно знают, где кто находится. Биг Ред Машин контролирует ситуацию, вы видите. Они знают, что здесь есть Сайлент. Они, правда, не знают, кто еще здесь есть. А здесь вот кто еще есть. Здесь очень много кого есть. То ли батят на Сайлента, пока непонятно. Ладно, возвращаю общий Вижен от двух команд. Графики остановились по голде, по экспириенсу. Вверх полезли в пользу команды Биг Ред Машин. Резолюшн прыгает на Аксмо. У него же Шадоу Страйк. Просто стяжка, ничего личного. Ну и Статик Шторм под ноги Аксмо. Раскаставаться не получится. Сноубол он тоже будет прямо-таки в Статик Шторм. Ну, по демеджу очень много вносит команда. БРМ разлютился за Эксцесс. Сайлента тоже будут здесь забирать. И как его сейвить? Что делать? Непонятно. Йоку пинает в это время Аксмо. У него есть ульта. Разорался, не достал до Тини. Ну и под финсгрипом просто сгрызли Йоку. Минус три от команды БРМ. По голде. 1650 по экспириенсу 2860. И куда же еще деваться команде БРМ, кроме как на Роху сходить. У Седова плюс 20 демеджа. Немного на 24-й минуте. Ну тут есть Тини, у которого плюс 27 демеджа. Много. У Тиника, понятное дело, что белый урон не так огромного масштаба. Ему еще и Аганим прилетает. Теперь у Тини вообще все расчудесно. Сплэш 100%. Бей не хочу. Ну и ТОС теперь дамажит по 300. А, нет. Нет, нет, нет. Я думал Аганим увеличивает демедж ТОСа. Нет, это конечно же Гроу увеличивает демедж ТОСа, как и было всегда. Рошан падает и забирают его команда БРМ. 0 по графикам золота, по экспириенсу 2.5. Бигжоид машин впереди. Седой готов прыгнуть на Йоку. Правда, Йоку не готов вообще к таким мувам. Йоку убежал отсюда. Очень удачно. Интуиция просто не подвела Йоку. Свалил невероятно вовремя. Там уже с Блэйдмейлом прыгал. Сейчас бы Седой. И Тини, естественно, засыпал бы Квапу. Митрилхаммер есть, Огрклаб у Квапы есть. Осталось 1000 голды. До приобретения Блэйкингбара давайте вообще модный приговор устроим. Посмотрим вещички игроков. Аркан Буци есть у Дезраптора. Клоак 1000 голды у Нофира на руках. Этого парня мы видели. Дарк Сир от Резолюшена приобретает себе Плейт Мэйл. В Курьере ничего. Скорее всего будет Шивас Гвард. У Рубика из новых вещей тоже ничего особенного. Аркан Буци не помню, были, не были. Может прогрейдил, может нет. Мордиган у Рейс Кинга и 2-100 после Мордигана. Хипперстоун появляется для Сайлента. Будет куплена Кераса. Ну и давайте по команде Биг Ред Машин. Тут Блинк Даггер есть, БКБ есть. Также есть Мека и Аквила у Шадоу Финда. Неплохой, в принципе, фарм. На первом месте все-таки по фарму Тинни. Появляется у него Хипперстоун после Даггера, после Аганима. И еще и 600 голды на руках. Тоже будет Кераса. В общем-то ситуация сходная с Сайлентовой. Только никаких Аганимов. Легион Коммандер 1250 на руках. Даггер есть, есть. Блэйд Мэйл, ну и Туск. Ой, как Туск, Туск. 1600 голды есть у него. И, скорее всего, это будет Блэк Кинг Бар. Ну, пока у Нофира нет никакого Аганима, поэтому в БКБ есть смысл безусловно. Потому что Туску и деньги вроде как позволяют. По золоту Империя проигрывает 1000, по экспириенсу 3000. Что необходимо? Необходимо хорошую стенку, стяжку и все это при этом подержать в статик-шторме. У команды Импайр. БРМ, в свою очередь, надо очень агрессивно себя вести. Вкатываться, впрыгивать, влетать. Стягивать на себя и умудряться при этом всех стягивать под ульту СФ. Тут хороший, агрессивный такой, знаете, налетчики. Игроки команды БРМ. Здесь даггер есть. Здесь даггер есть. СФу даггер нужен тоже, у СФа даггер есть. То есть весь десант просто может высадиться прямо на голову любому игроку команды Импайр. Shadow Rage забирает себе Рубик. По-моему, средний. Угу, так и есть. Тинни подбрасывает у нас Алоха Дэнса. Еще до приземления Алоха Дэнс уже был мертв. Умер просто от испуга в полете. Слишком много всего Тинни вкастовал. В него 536 по голде. Выигрывает 1100 по экспириенсу в этом файте. И команда БРМ поднимается на хайграунд коллектива Импайр. Приехали. 17-й левел Тинни. У него все хорошо, демэджа много. Гроу третьего левела. Саймон прыгает прямо на Тинни и сразу же стан. Сразу же стяжка под стенку просто охрененная. Ульта от Квапы. Минус 2 сразу же делает команда Импайр. За Эксэ. Тут дали ты пришел. Сбивают Аэгу у нас за Эксэ. Скорее всего здесь и оставят его в статик кинедик филде. За Эксэ лохэпэшный. Сразу 2 Аэншэла. Оу. Мать моя. Смотрела вообще это или нет? Это просто разрыв вообще. На хайграунде команда Импайр не очень теплый прием оказала коллективу Биг Ред Машин. Они тоже на самом деле перемудрили. Не факт, что пора было заходить. Может стоило хотя бы, я не знаю, разрешение спросить Или чуть-чуть подождать Но чего было ждать? Кираса Утини, она еще не скоро Теперь она еще больше не скоро Вроде и Сайлент влетел Первый удар это Баш прошел Ну стан по нему прошел Седова тоже здесь будут забирать Стяжка есть, Седой никуда не уходит Еще минус один от команды Импайр 19-13 Нормально Психанули, пацаны Тридцатая минута Тридцать первая у нас И последний внешний тавр команды Big Red Machine Pad Здесь внешних тавров нет Здесь и те, которые не внешние Не все в целости и сохранности 56 хп у тавра Ну команда Импайр экономически дела Подисправила немножко 2000 по голде Вывезли сейчас еще из-за тавр Капнет и по экспириенсу с 4 отставания Практически в ноль Все спустили Йоку приобретает себе Плейт Мэйл Неужели две Шивы в команде? Немного ли? Или здесь еще никто не обещал Шиву? Обещал и резолюшно уже готова Шива У Сайлента лежит Хипперстоун в курьере У Сайлента есть Плейт Мэйл У Сайлента есть рецепт на Кирасу И у Сайлента должна быть Кираса уже Денег хватает Да, Сайлент приобретает себе Кирасу Кираса, Шива Что-то здесь еще и у Йоку нарисуется Ну и в целом команда Эмпайр неплохо после этого файта укомплектовалась Так что с перспективой на следующий Тинни без Кирасы Но Тинни решил подзабить на Кирасу Пока что вот она основная его цель Это Угр Клаб Митрил Хаммер И рецепт на Блэк Кинг Бар Первый и второй у него есть До третьего осталось всего лишь тысячу насобирать При том фарме, который Тинни имеет сейчас Это не проблема Ну и Эмпайр выходят аж на две тысячи вперед Во-первых, удачно подрались под собственным хайграундом Во-вторых, снесли Т1 по мидлейну И вы видите, по экспириенсу вообще более пяти тысяч отыграли Отставание Зейксер разультился Нет, не разультился Кто вообще там? Что происходит? Два ульта от Зейксер Я не понял, я не понял, что это было? Это Рубик что ли украл ульту СФ? Ещё одна ульта, вы чё, шутите? Что мне на экране творится? Три ульта СФ по звуку было Три Не два, даже не два Два я ещё как-то понял бы Круто Минус три в итоге делает команда Big Red Machine Забирают Рубика, забирают Резолюшн Забирают Ноуфира И дальше бежит Аксмо Савент отбросился Закрывает скрин его Асшардом Савент просто делает агераут И команде Эмпайр надо отсюда отходить Они и так много принесли Золото подарили БРМ И по экспириенсу тоже Прилично так Big Red Machine поднялись Ну и у Тини появляется Black King Bar Ну тут такое Холодный приём за холодный приём Эмпайр, правда Не по силам было Идти сейчас драться На ХГ принимать Да, это всё хорошо, это понятно Но идти самому под вражеский ХГ Как оказалось, рановато ещё Ну и по фарму Тини первое место У него 16300 По экспириенсу Сайлент Сайлент По какому экспириенсу? По голде, конечно же Сайлент 15600 имеет Общий нетворз За Иксц 14700 Дальше уже Квопа Так, так, так Всё висит Дальше уже Квопа Дальше идёт Резолюшн На пятом месте Смог от Империи Готовы заходить На мидлейн Здесь, кстати, Тини Прям просит Убейте меня Убили Тини Скорее всего Старик Шторм Его отправляют Из Кенедик Филда Выбегает Да нафиг вообще Говорит Не хочу разговаривать С вами Всё, Тини Просто ушёл Жаловаться ребятам Смог сразу же От команды Биг Дрэйд Машин И скорее всего Будет ответная реакция Эмпайр здесь Никоим образом нельзя Оставаться Прям в расстроенных Чувствах Ушёл Сейчас я смотрю Губы надул Пошёл бить Рошана В ответ Как будто Рошан В этом виноват 35-я минута Падает Роха И это второй Рошан Пока ещё сыра нет Но Рошан уже поплотнее И врываться Сайлент не успеет Роху скорее всего Здесь добьёт Но должны понимать Что здесь Рошан И нападать После полученного Эгиса Наверное многовато Зэкстэ здесь заживало Под рельсы Прыжок от Аксмо Сразу же отбрасывает Сейвел энджем Алоха Дэнс Очень грамотно Ещё из крина Здесь подстопил Алоха Дэнс В принципе засейвил Всю команду Драться был не вариант И появляется Шивас Гвард От Квапы По-моему здесь Ещё Да, ещё одна Шивас Гвард У Дарк Сира Уже есть Квапа Квапе осталось Сколько? 800 голды Квапе осталось До Шивы Ну и Пайр сильно не фидит Но и Как-то особой агрессии Тоже не проявляет И доминирование Постепенно скатывается 2000 выигрывали По золоту Теперь в ноль По экспириенсу Выигрывали чуть более 1000 Теперь Три своим соперникам Проигрывают Аксмо прыгает На Алоха Дэнс А глимцует Сразу же у нас Аксмо И Алоха Дэнс Уходит Сильно Потрепали Рубика Тут всего-то ХП 1200 Ну и 200 ему Кое-как оставили Рубик в аганим У нас Как я понимаю Собирается уже Приобретает себе Пойнт Бустер Как там Дизраптор С аганимом дружит Дружит или не дружит В принципе Ничего Дизраптор По поводу аганима Еще не думал 1000 голды Всего лишь У Ноуфира Рановат Ну а вообще Вещь очень нужная Тини Надо выключать Блэк Кинг Барс 100% В Шадоу Финду Та же история Легион Командер С Блэйд Мейлом И БКБ Тут чуть ли не вся команда По-хорошему Могла бы Поработать На то Чтобы собрать Аганим Своему саппорту Решил бы Кучу вопросов По мидлейну Собирается Команда Биг Брэд Машин Тут стоит Недобитый Тауэр Просто Тини рядом Пройдет И Тауэр Скорее всего Рассыпется Ну и Империя Возвращается На свою базу Глиф есть Но его юзать Не надо Его юзать Не надо Бесполезно Это все В итоге Глиф по сути Потрачен Ну и Тини Станет Не менее Сильный Мы видим По графикам Они уже На 2 с копейками Опережают Империю А по экспириенсу Более пятерки В их пользу И на сколько Удача сопутствует Сайленту Он как не прыгнет На Тини Дает стан И сразу же Подошел И стоит Я вам говорю Это сам герой По себе Такой Рейс Кинг Слегка Немножко Чуть-чуть Полностью Абсолютно Туповат Подойдет И станет Смотрит Какой большой Камень Ну и только Потом уже Дальше Бить Его Ломать Не прет Сайленту На Пассивку Тини Совершенно Квапа Сшивай Блэк Кинг Бар Уже 7 секунд У Йоку У Рейс Кинга После Керасы Появляется Башер Есть Также Блэйд Мейл Мордиган Много всего Рейс Кинг Очень хороший Лейт С нормальной Скоростью Атаки Может наваливать Абисал Появится Можно будет И Тини Контролить Даже в Блэк Кинг Бар Но еще раз повторюсь Очень нуждается Дезраптор В Аганиме И вся команда Эмпайр Нуждается В Аганиме На Дезрапторе Алуха Дэнс Партизанит По нижнему лайну Команда Биг Рэд Машин В это время На топе Не все Конечно Скрин здесь Чтоб потусить Немножко решил Айшат Просто чтоб знали Где я Зачем Спаун Появился Эншентов Игра Чем наверное 2-3 героя Команды Эмпайр Вместе Если будут Бить Кружком Станут И будут Месить Один из Бараков Поэтому Команде Эмпайр Тут Неаккуратно Играть И слиться В каком-то Файте Подобно Смерти Вообще Это опасность И не Через Сороковую Минуту Перешагивать Понимаю Что здесь Есть Рейс Кинг Он очень Сильный Классный Я сильный Вот так Посмотрел На меня Сразу Я сильный Да Я сильный Я очень Сильный Какой Непробивной Тупица Не могу 3,5 Тысячи Преимущества Команды Викроят Машин Слендера Скорее всего Здесь забирают Найтмэр Непонятно В кого Втаскивать Алоха Дэнса Пустил поспать Стоит Алоха Дэнс Проснулся Никакого Бэйна нет Ну был же Был же Видел же Я его видел Алоха Дэнс Просто Даггер аут Отсюда И ТП аут Скрин пошел Искать Не найдет Как не пытается Не найдет А сейчас поздновато В итоге Рубик Делает ТП аут Один фраг Сделали игроки Команда Эмпайр Полезно Не переворачивает Это конечно катку Но в целом полезно Ну и Алоха Дэнс Сейчас будет драться С Седым Один на один Не буду У Алоха Дэнс У Алоха Дэнс Феноменальная реакция Она действует За 3 секунды До того Как само событие Случилось Просто заранее Подготовленные действия Подаю Ну это кстати Показывает скилл Сейвовый Игра От героя Он понимает Что нет смысла Стоять руками Ковырять Я дам фейтболт Убью Трипов убью Не убью Хорошо плевать Абсолютно И он дал фейтболт Он сразу делает Даггераут И прыгает седой Приземляется На пустое место Ломает себе пятки 4 тысячи по голде Команда Биг Ред Машин И по экспириенсу 7 тоже в их пользу Аксмо в инвизе Здесь есть Ноуфир Ноуфир рассыпается С одного раскаста Аксмо И бросил еще и Сайлент Своего товарища Тинни то ли Пожалел его То ли понял Что далековато драться Если сейчас рядом 2-3 героя То Тинни могут Здесь и оставить У него уже есть Линкен Сфера Есть Блэк Кинг Бар И пока не появится Аганим Еще раз говорю На Дезерапторе Очень мало Чего можно с Тинни сделать Ну и Тинни сам себя Засейвил Невероятно круто Тут Абисал Который только-только Прилетел в Рейскенгу Уже не так полезен Как был еще Минут 5 назад Сейчас Этот Абисал Просто в линку Может попадать Надо просто прочекать Что там с Тинни Происходит Алоха Денса Ловят И ульта пошла От Сидова Сидой забирает Еще 24 демеджа От Алохи Денс Нет 18 В целом 52 дамаги Уже настилил Легион Командер На 44 минуте Это немного Но все равно Это гораздо больше Чем 0 Примерно на 52 Слендер Слендер моментально Рассыпается Монстр Килл от Сайлента Тут конечно Я иншел Хорошенько бил Но всего 2 удара Понадобилось В Рейскенгу Чтобы развалить Пополам Саппорта команды Биг Рэд Машин Кровь за кровь Отдали Алоха Денса Забрали в это время Забрали в это время Я забыл Как его никнейм Слендер Слендер Ну и на данный момент Команда Эмпайр Ровно держится На позиции В 4000 По экспириенсу 7500 В пользу команды Биг Рэд Машин Ну немножко На 44 минуте Ну это отыгрываемо Это пожалуй Одним файтом Решается Так заход Пошел от Тини Это на Рошана Тини с линкой Тини прыгает дальше Тини моментально Поднимают Блэк Кинг Бар Пошел от Тиника Алоха Денса Ловят Йоку прыгает дальше Начинать Алоха Денса Разваливает его Сайлент Обьют Сайлент Включает Блэйд Мэйл У него есть Абисал Блэйд На скрина Сайлент дерется На скрина Это надо Ну и Ринкарнэйшн юзает В итоге Сайлент Точнее ему юзает Ну и против Зээксэ Драться не получится Стяжка просто обалденная Ульта пошла от Зээксэ И он стоит на стенке Он стоит под станом на стенке Ну и Сайлент В финс гриппе Слендер Лоу хпшный Двоих теряет Команда Эмпайр Резолюшн побежал дальше Никого не достает Поймал камни лицом Два удара по горбу Сайлент прыгает у нас На Аксмо Прошел баш Аксмо Ухпшный Ну и теперь Седой Прыгает на Сайлент Минус Сайлент И в целом это Минус 3 от команды Бигрэд Машин Да Не очень хорошо Все получилось Хотя байбек Легион Командер Минус увел Небольшую команду Бигрэд Машин Размен получился 3 в 1 Ну и Эмпайр по моему Теряет шансы Рошана забирать Третий Роха Сыра Эгис Все это достанется Бигрэд Машин Нет Сайлента Драться пока Непонятно Кто может Ноу Фир Классно подрался Хорошее решение У кого-то Здесь был гем У кого-то Случился кекс Здесь такой Причем по принуждению Бедняжка Ноу Фир Ну и Йоку Надо просто бежать Отсюда команде Эмпайр Надо принимать Своих оппонентов На хайграунде Если получится Опять же Посмотрите С какой скоростью Тинни Действует И как вероломно Он действует Сейчас криты Соберет себе Тинни Будет еще страшнее Рубик Рубик собирает Таганим Себе С кем вообще Ты хочешь Разговаривать На аганимных вещах Финс Грипп Я понимаю Валрус Панч Смешно Сэф не работает А куда аганим На всякий случай Кто забирает Себе Алоха Дэнс Выбрасывает Тинника А по моему Сквозь БКБ Да начинает действовать Что-то Что-то я не понимаю Ну и ульта Пошла у нас От Йоку Тинни Лоу хэпешный Тинни В итоге Забирают Сф С Аегой Но Сф То здесь В файтах Не участвует Даблкил у нас От Сайлента Дальше за Зэкс Прыгать надо Сайленту В первую очередь У Сайлента Даггер Через 6 секунд Ну и где Резолюшн Почему он не ускорил Сайлента Не добегает Или как Рейс Кинг В итоге Оставляет в покое Мидлейнера Команды 27-24 Счет по голде 8 тысяч В пользу Команды Биграйд Машин По экспириенсу 12 Ну и давайте Быстро по закупу Пробежимся Двух сторон Нет у Империи Это такая печальная новость Которую не хочется Вслух произносить Зэкс По закупу Блингдаггер есть Есть Баттерфляй Есть Аэвскари БКБ Тоже у него имеется Ну и Аэго никуда не девалась 3-100 На руках У Тинни В свою очередь После линки 2000 голды На руках Бутсов Тревел Появилось Все это остальное Вы видели Туск На котором играет Скрин Владмир имеется Есть БКБ Фейсбуцы 3000 на руках Это очень круто Ну и Шадоу Финт Мы смотрели Бэйн 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 Абсолютно Несчастный На общую картину Это не сильно влияет На дно Бэйн своих тиммейтов Не тащит Даже несмотря на счет 0-7 Теперь по команде Эмпайр Фир Ноу Фир Точнее Глимер Кейп Есть Есть Аркан Бутсы Алоха Дэнс Неплохо По фарму Даггер Аганим Аркан Бутсы Йоку Приобретает себе Рефрешер Уорб Пару Наверное не пару Минуту назад Сайлент 2-300 После Абисал Блейда Дэмон Эйдж Приобретает себе Рейс Кинг И есть У меня подозрение Что это нет Это МКБ Это будет Манки Кинг Бар Потому что СФ уже У нас С Баттерфляем Чтобы бить СФ понадобится 100% точность С глазами Рейс Кинга 200% точность С его везением Наверное 275% Криты по 900 Вылетают уже От Сайлента В общем-то Урона много Ну Лишь бы он до цели Доходил Ну и Нофир без Аганима Здесь У Дарк Сира 3000 голды На руках Утимейт Орб Куда же это Куда же это К чему же это К Линкен Сфере Может быть Или это будет Хекс Скорее всего Хекс собирает Дарк Сир Для контроля Все того же Тини Или все того же СФ Последняя линия У команды Эмпайр Как только умирает 2-3 человека В составе Эмпайр Линия сносится Мгновенно Если Тини не забирают Линия 100% Рассыпается Я думаю Секунд за 10 Наверное Несколько ударов Надо по каждому Истроению Тиннику Рейс Кинг Все-таки Приносит себе Манки Кинг Барф Закупу все хорошо По фарму Тоже все хорошо У ТСФа не отстает Сайлент Тини вырвался Вперед на 3000 Но это не критично Клопа тоже идет Ровно Всего лишь 3000 Проигрывает Шадоу Финду В целом Этот перепарм Кор-героев Вот он Вот как бы и он 7500 Ну Эмпайр надо стоять Скорее всего на хайграунде И встречать здесь Сверху Когда вы видите соперника Он вас не видит Так было на мидлейне И это получилось Это сработало Сейчас Ситуация не лучше стала Чем была 20 минут назад 3200 на руках У Дарксира Не хватает еще Золота на Хекс Хотя 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 Если Солринг Продать А Солринг Прям просит Чтобы его продали Нет Хватает Все Приобретает себе Уже Водит Стоун И Курьер Просто может лететь Замести к стафам Курьер пока никуда не летит Оставляет себе на байбэк Деньги Дарксир Понимаю Если будет Хекс Тут только после драки Но может после драки Вообще ничего не быть При отсутствии Хекса 52 минуты сыграно 8000 золота 10 экспа Это просто копейки На данной минуте Это вообще ничего Так что Не страшно Чего страшного не случилось Иллюзия Иллюзия Ну и двух лайнов У команды Импайр Не имеется На данный момент Поэтому ситуация Такова Что выйти просто С хайграунда И спуститься Даже где-то поформить Или пойти организовать На другой половине карты Драку Вариантов нет Тинни просто Залетает скрипами И ломает в сторону Любую А Тинни уже здесь Спасется на нижнем лайне У него одна цель Подойти и бить строение Огромным дрыном Тинни Для этого и создан Шадоу Финн приобретает Себе Ривер Уже очень близко Сатаник К СФ Прям невероятная близость По-моему Копеек 200 Осталось за Иксце До Переобретения данного артефакта А вот они и 200 копеек Для за Иксце Ну и есть Айф Скарри Есть Баттерфляй Много ХП Много дэмэджа Огромная скорость Атаки у Шадоу Финда Еще и замедление Ну Мобильности и так Не хватает К тому же в Рейскенгу А сейчас Что с ним будет Боюсь даже представить Еще и Алибарда Появляется У Тулска Ну глубокая лейта У нас начинается 54 минуты уже сыграно И сейчас Действительно Каждая драка На вес золота Рошан появится Через Не так уж и много Ну и за него Скорее всего Будет файт И возможно Этот файт Решит исход Всего матча Что здесь еще По артефактам У Тини 5700 На руках Некуда уже просто Класть артефакты Даже если он их купит Ему бы Какого-нибудь Алхимика В команду Чтоб тот на него Аганим провязал А он свой продал Ну есть в конце концов Муншарды Никуда они не девались Поел И забыл про них У нас замес Ну какой замес Развал Доста Слендера Под Секретшопом Команда Эмпайр Загулял Поставил ворды Ворды сразу же Разбили Ибо нефиг Решила команда Эмпайр 28-24 730 По галде 1800 По экспириенсу Тоже копейки Но графики Хоть как-то поползут Вниз Эмпайр понятно Что к этому Стремится Ну и Биг Ред Машин Видно что Задумались Не хотят Сейчас подстрять Они тоже Прекрасно понимают Цену ошибки Если сейчас Слиться Где-то вдвоем Втроем Ну Восстановится Полностью баланс Две линии Так точно Снесет империя А хотя При данном Положении вещей Я думаю что И не надо Две-три линии Сносить Надо сносить Т3 Т4 И трон Даже думать Нечего Дэмэджа много Игроки уже Расфармлены До ужаса Алоха Дэнс На него Готов рываться Уже Аксмо подбрасывает Алоха Дэнс Алоха Дэнс Разрывается Быстренько Очень быстренько Смотрим на состояние Байбэков У Алоха Дэнс Байбэка нет И просто-напросто Денег нет Даже приблизительно На Эту роскошь Резолюшн С Хексом У Резолюшна 1600 на руках Помимо всего этого Резолюшну Не хватает Порядка 300 голды 400 голды До Наличия Байбэка У Сайлента Байбэк есть У Легион Коммандер есть Есть также У СФа И У Тини Ну и опять же Сайлент догоняет Тини по фарму Всего лишь 600 отставаний Совсем не показатель БКБ провязал Легион Коммандер Прыгает на Резолюшна Резолюшн пока еще живет Статик Шторм Провязали Резолюшн успеет ли Хоть что-то дать Не успевает В итоге Резолюшн дать Стенку И стяжки Тоже не было И Хекса Тоже не было И в итоге По-моему Это развал Сайлента Здесь разваливают Сайлент сразу же Деггер аут Ну у всех Здесь есть Деггера Все взрослые Сильные Ну и байбэк Резолюшну здесь Или стенку Там хотя бы поставить Можно было бы Как-то биться А так в итоге Минус 3 Делает команда Биг Ред Машин Минус 4 Опять же от них И Тини очень быстро Закончит Эту игру Ну по сути Это ГГВП Вариантов Заэскейпить Никаких Рейс Кинг Выкупается Будут драться Еще Рейс Кинг Выкупается У попыслить Что байбэк есть Попробуют По крайней мере Подраться Нет Не попробуют ГГ пишет Команда Эмпайр И счет Становится 1-0 Это первое поражение На квалификации Первая игра Первый матч Который Империя Проиграла Затянули Игру против Тини Так делать Нельзя было Никто В принципе Не позволит С перефармленным Тини Взять И Не выиграть Себе игру Поэтому Конечно Тут Империя Сама Виновата В том Как далеко Эта игра Зашла И по лайну Вроде перемудрили Биг Вред Машин С другой стороны Результат Есть результат За 57 минут Сложнейшая игра Для команды Эмпайр Долго Не очень уверена Местами И в итоге Биг Вред Машин Забирает первый Поинт Счет становится 1-0 Ну что у нас Впереди Один или два матча Хочется верить Что два матча Мы посмотрим И Тогда небольшой Перерыв На 3-4 минуты Друзья Не забывайте Подписываться На наш канал На Твиче Группа Вконтакте Наш сайт Все это появляется У нас Прямо под окном Твича Смотрите ссылки Или опять же На самом экране Сейчас при заставке Будут плашки С вами Друг С вами студия Игрекам ТВ И мы наблюдаем За финалом Открытых квалификаций Тим Эмпайр Против команды Биг Вред Машин Все 3-4 минуты Перерыв И услышимся